Снег не отпускает. За прошедшие сутки спасатели освободили из снежных заносов 22 автомобиля. Помощь оказали 61 человеку, из них двум детям. Технику вытягивали в 11 районах области и в Одессе. На автодороге Измаил-Болград из снега вытянули рейсовый автобус, в котором находился 21 пассажир. Также на дорогах области вытащили 6 большегрузных автомобилей. В Прохоровском сквере почтили память жертв Холокоста. Около сотни одесситов, в том числе руководство города и области, а также представители еврейской диаспоры, приняли участие в церемонии памяти у памятника Дорога смерти. Оттуда евреи отправлялись на верную гибель во время Холокоста. Помимо традиционного возложения цветов, зажгли 6 свечей в память о миллионах жертв геноцида еврейского народа. Может быть даже здесь лежит мой прадед, который почему-то посчитал, что немцы культурная нация и все будет хорошо. Но мы даже не знаем, где его могила. Поэтому для меня этот день, лично для меня, это как бы маленькая победа. И слезы, и радость. Радость, потому что наконец-то, как говорится, мир видит и ценит, и понимает ту трагедию, которая произошла с нашим народом. И слава Богу, что сегодня мы можем так вот собраться и все вместе вспомнить людей, которые погибли только за то, что они были люди. Только за то, что они были евреи. В то же время в Одессе остались в живых всего 12 праведников мира. Хотя еще в 1990 году только у нас в городе их было 2,5 тысячи. Было бы намного больше уничтожено евреев, если бы не было тех благородных, честных, порядочных людей, которые сейчас называют праведниками народа мира. Это люди, которые рисковали своей жизнью, это люди нееврейской национальности, это украинцы, русские, поляки, другой национальности. Они рисковали жизнью, прятали детей еврейских, прятали людей, помогали им в гетто, в концлагеря. Ну а в 11 часов в Одессе открылась инсталляция, посвященная Международному дню памяти жертв Холокоста. Композицию, введенные в багровый мрак, установили на улице Нежинская напротив еврейского культурного центра Бейт Грант. Увидеть ее в течение недели сможет каждый желающий. Высота конструкции 2,30, ширина 4,5 метра, вес 150 килограммов. Автор инсталляции – одесский художник Алексей Шкурат. Воплотить в жизнь задуманное ему помогли коллеги и друзья. Проект, введенный в багровый мрак, попытка представить масштабы Холокоста с помощью самых обычных предметов. Мы видим часть ограждения концлагеря, шесть табличек, которые имеют название шести крупнейших концлагерей с точки зрения количества уничтожения людей, массового уничтожения. И звезда Давида – некий символ, который показывает, что человек, который погиб там, потерял возможность в продолжении своего рода. Композиция сделана просто, но продумана до мелочей. Все ботинки, например, намеренно направлены носками в противоположную сторону от забора. А каждый шаг символически сдерживает кроваво-красная нить. Перед казнью евреев заставляли разуться. Обувь стоила немалых денег. Ее запросто можно было продать на черном рынке. Мы подбирали эту обувь и детскую, и женскую, и мужскую, и взрослую. Дабы показать, что для тех варваров, которые уничтожали людей, не было принципиальной важности. Или это ребенок, или это взрослый человек, или это мужчина, или это женщина. То есть уничтожали все поголовно. Чтобы создать инсталляцию, Алексей Шкурат долгое время изучал статьи, фотоснимки, видеозаписи о Холокосте. Основные материалы, из которых сделана композиция, это дерево, колючая проволока и металлические прутья. Соединили все с помощью шурупов и обыкновенной сварки. А для усиления эффекта используются заранее записанные звуки. Мы записали из архивных данных некие речи Гитлера перед началом войны. Мы записали также звуки, которые звучали во время казни детей, взрослых. Звуки, которые звучали от пылающих печей, в которых сжигали людей. Подставка для информационного табло сделана в виде рельсов. Именно по ним на поездах, грузовых вагонах узников привозили в концлагеря. Для миллионов людей это была дорога в последний путь. Мы хотим донести до самого младшего поколения всю ту трагедию, которая произошла. Мы хотим сделать максимально все для того, чтобы это больше никогда не повторилось. Это страшная история нашего народа. Инсталляция, уведенной в багровый мрак, простоит на улице Нежинской до 3 февраля. Ночью здесь будет работать специальная подсветка, а за безопасностью следить охрана. О том, как создавалась и собиралась уникальная композиция, а также о дальнейшей ее судьбе, мы расскажем в субботу в итоговом выпуске новостей. Юлия Федорова, Алексей Барановский, 7 канал. С февраля одесситы смогут не оплачивать поверку водомеров. Но в то же время стоимость одного кубометра воды незначительно повысится. В конце ноября прошлого года нацкомиссия приняла постановление о тарифах на воду и водоотведение. Вступает оно в силу с 1 февраля. В состав нового тарифа будут включены и затраты на поверку водомеров. То есть теперь Инфоксводоканал будет производить ее за свой счет. Отмечу, что изменения тарифов касаются только многоквартирных домов. Тех, что платят по счетчику напрямую Инфоксводоканалу. Для них с февраля будет действовать тариф 11 гривен 48 копеек. Мы просим и рекомендуем нашим абонентам произвести прежде всего оплату в банковских учреждениях через терминалы, через интернет. Опять же через интернет и сайт Инфоксводоканал можно это сделать без комиссии. Произвести оплату услуг водоснабжения и водоотведения по текущему действующему тарифу 10 гривен 30 копеек. В феврале месяце эта сумма, как вы понимаете, уже изменится до 11 гривен 48 копеек. Для остальных жителей города, где прибор учета установлен на вводе в дом и они не находятся на прямых расчетах с водоканалом, тариф останется неизменным и составит 10 гривен. Бездомные функции обогрева нуждаются в помощи. Волонтеры говорят, самое необходимое это вещи и продукты. Что еще узнавали наши корреспонденты. Пункт обогрева в Старосином сквере. В сутки через него проходят до 150 человек. Отогреваются, спят, получают помощь. Люди раньше здесь и употребляют алкоголь прямо в палатках. И курили, сейчас у нас никто здесь не курит, не пьет. Вот медик, который приходит. Также мы кормим завтраками, кормим ужином. В процессе дня и ночи мы даем горячий чай с печеньем. Ну, как-то так. Обморожение, трофические язвы. Много с простудой сейчас. И вы зря сюда без масочки ходите. Так что бронхиты, ангиты. Медпрепараты есть? Ну, для оказания такой первой помощи, наверное, да. Если что-то нужно более серьезное, в общем-то, есть договоренность со скорой помощью. Можно госпитализировать. Денис попал сюда около двух недель назад. Его история довольно нетривиальна. Сам из Очакова работал в Одессе охранником. Однажды, пока ждал маршрутку домой, напился. Тут у него украли все вещи. Решил остаться в Одессе, посвятить свою жизнь служению Богу. Сейчас волонтер в миссии «Новая жизнь», которая помогает бездомным и малоимущим. Мы приезжаем тут, работаем, помогаем людям. В шесть-семь утра подъем. Потом молитва у нас. Завтрак. Приводим себя в порядок. Потом каждый занимается по мере своих возможностей, кто куда. Здесь одновременно могут находиться до 60 человек. Именно столько обычно ночуют в пункте обогрева. Много людей. И часть людей, которые мы отвозим на приют, у нас просто нехватка вещей. Для того, чтобы их переодеть, чтобы не отвезти их грязными. Хотел бы обратить внимание горожан города, чтобы отнестись к этим людям более сострадательно, с милосердием. Чем кто может. Вещи, чай, продукты питания. Мы будем благодарны любой помощи. Можно прямо сюда привезти. И общественники, и сами временные обитатели пункта обогрева говорят, здесь будут рады любой помощи. Александр Полоев, Константин Длужневский, Седьмой канал. Фонд «Асоль» организовал курсы юридической помощи для моряков. Там рассказывают о практических проблемах, с которыми они могут столкнуться. Также затрагивают и тему возмещения ущерба, нанесенного здоровью во время работы в море. Сегодня мы проводим второй блок из этого курса, который называется «Оформление несчастного случая на производстве и порядок определения размера подлежащей выплате компенсации». Третий курс хотят провести в ближайшие два месяца. Тогда будут говорить о технических моментах взыскания компенсации за несчастные случаи. Эта идея пришла в результате шестилетней нашей работы. Это те вопросы, которые часто к нам обращаются, либо моряки, либо их члены их семей. И мы стараемся в своей работе не только помочь, но и предотвратить, чтобы человек, уже попадая на борт судна, он уже был юридически подкован, знал свои права. Курсы бесплатные для всех желающих моряков и их родственников. Информацию о них можно найти на официальном сайте фонда «Асоль». Уже несколько дней тысячи одесситов по пути на работу и обратно часами простаивают в заторах. Вчера-позавчера ситуация достигла своего пика. Город простаивал в десятибальных пробках. Разведать ситуацию на дорогах отправились наши корреспонденты. Люздорфская дорога, угол Адмиральского проспекта. Пик пробок, по идее, уже пройден, ведь большинство одесситов благополучно добрались на работу. Однако движение здесь по-прежнему интенсивное, особенно в сторону города. А ведь нам именно туда и надо. Оживленная Люздорфская, перетекающая в водопроводную в утренние часы, периодически застревает в километровых заторах. Мы решили испытать удачу и проехаться именно по ней. Итак, запускаем секундомер. Поехали. Сразу встреваем в тянучку. Правда, ситуация не критичная. Хоть и медленное, но движение есть. Как нам подсказывает умный телефон, расстояние от Адмиральского проспекта до пересечения улиц Тираспольская и Старопорта Франковская, куда нам, собственно, и надо, около шести километров. Оптимальное время в пути – 14 минут. Посмотрим, за сколько мы доедем сегодня в условиях восьмибальных пробок. Вчера, позавчера движение было намного интенсивнее. Скорее всего, помаявшись пару дней в пробках, некоторые водители все же пересели на общественный транспорт. Но правилами парковки пренебрегают многие. И вот мы доехали. Правда, вместо ожидаемых 14 минут в пути мы провели больше 25. Пробок в Одессе сегодня, конечно, значительно меньше, но все-таки они есть. Причин тянутчик и пробок несколько. Где-то проезд перекрыло ДТП, где-то не расчистили снег и машины буксуют. Но основная причина пробок – это неправильно припаркованные автомобили. Из-за неубранного с обочин снега автолюбители вынуждены оставлять свои машины прямо на проезжей части. Так что разгрузится Одесса, скорее всего, уже когда снег сойдет. Пытались вовремя добраться на работу по пробкам. Сергей Бандур, Валентин Мирза, 7 канал. В Одессе молодые люди на дорогом авто преследуют других водителей. Все это в темное время суток. На видеозаписи видно, что они едут по проспекту Шевченко. Используют спецсигнал, вынуждают людей уступить дорогу и создают аварийные ситуации. Видео своих приключений с комментариями они выложили в сеть. О, дерзко, ничего себе, ничего себе. А ну-ка, наке. Она обгонилась. Давай, давай, дожди. Пошел сзади. Пользователи соцсетей уже определили, что молодые люди рассекают на автомобиле VIP-класса «Мерседес Гелендваген». Ну а в конце видеоролика появляются, судя по всему, и сами его авторы. Беляевка теперь город областного значения. Такое постановление приняла Верховная Рада. Так, город сможет напрямую получать деньги из областного и государственного бюджетов. Будут также и административные преимущества. В то же время район может потерять поступление в собственный бюджет. Все деньги от предприятий и налогоплательщиков теперь будут идти к городу областного значения. Три года назад Беляевка пыталась получить такой статус, но тогда на первом этапе отказал Одесский облсовет. Таким образом, в области уже восемь городов областного значения. И пока на этом все. Следить за новостями нашего канала можно на официальном сайте, в Твиттере и в социальных сетях. А если вы стали очевидцами интересного события, звоните нам по телефону 726-32-26. Увидимся в 18 часов. Оставайтесь сильным.